Карл Марксштадт, ныне Кемниц. Город на востоке Германии, Лейтс, Дрезден рядом. Мы сюда приехали, чтобы поговорить с Константином Величко, 41-летний айтишник из Мариуполя, который больше 100 дней был в плену в той самой знаменитой Еленовке. А сейчас здесь. Что было там, что здесь. Привет, Константин. Привет. Привет, Ольга. Как ты там оказался? Ну, оказался, наверное, там очень просто. После того, как я выкорывался из Мариуполя, мне не сиделось на месте. Очень много друзей осталось в Мариуполе, очень много знакомых. И я был одним из организаторов эвакуационного канала по морскому побережью в Бердянске, из Бердянска в Запорожье. И постепенно, постепенно это движение набирало на обороты. В результате мы нашли средства на более объемный бус ниже ли у нас. И решили ехать в Мариуполь, так как у нас постоянно поступала информация о том, что город, возможно, будет полностью блокирован, закрыт, и не будет ни въезда, ни выезда. И вот с моим напарником Станислава Гусковым на крайнем блокпосту Мариуполя при въезде в город российские военные нас арестовали. Вот, наверное, это было начало путешествия. Вот так я попал в результате в Еленовку, пройдя по нескольким этапам. Это когда было? Когда случился арест? 28 марта, после обеда, ближе к вечеру. 100 дней, это значит до июля? Да, до 4 июля. Что там было? Вот арестовали. Подошли и сказали, вы задержаны, вы арестованы, пошли с нами. Как обращались? Кто эти были люди? Что они сказали? Почему мы вас забираем? Ну, при аресте нам рассказывали очень много интересных историй о том, почему нас не могут пропустить в Мариуполь. Нам говорили, что мы вывозим людей за деньги, что мы помогаем бойцам вооруженной силы Украины, что выменяемся с ними документами. В общем, целая масса различных фантастических историй. Но пришло все к тому, что мы пытались возражать, да, и объяснять, что именно нам нужно. У нас были все необходимые документы, бейджики волонтеров, автобус обклеен все необходимой символикой. Ну, и так как это не возымело действия, в результате военные просто устали, на нас было наставлено оружие, автоматы, и нам приказали, скажем, они попросили, не сказали, а приказали проехать с ними в так называемое Никольское, для того, чтобы, как они выразились, получить разрешение на въезд в город. Ну, и мы, собственно, нам деваться было некуда, мы сели и поехали. А что это были за военные? Это были российские военные, потому что по нашивкам это было понятно, по уговору, понятно, это еще вот та часть, когда мы видели людей и нас перемещали без, ну, с незавязанными скотчем глазами, незамотанными, без мешков на головах и так далее. То есть мы еще могли понимать, что происходит. А потом был скотч на глазах? Да, начиная с Никольского, нас продержали там сутки, сняли отпечатки пальцев, и был очень интересный момент, хочу его отметить, нам прямо сотрудники, которые вот с нами работали, они напрямую заявили, что наконец-то волонтеров прижали, вот уже есть несколько арестованных, и в том числе мы, и вот охоту в Мариуполь ездить нам отобьют надолго. На следующий день нас не кормили, воды не давали, в туалет не выводили, пользовались мы одной бутылочкой в камере в обезьяннике так называемой. На следующее утро нам надели мешки на голову, заковали в браслеты, и в полусогнутом положении под дулами автоматов просто вывели на улицу и посадили в какое-то транспортное средство, какое я уже сейчас сказать не могу, потому что просто его не видел. Причем на улице стояли люди, вероятно, ну это было как отделение милиции, да, бывшей, и я так понимаю, что они видели в каком положении, в каком виде нас выводят, выводили нас, но такое ощущение было, как будто я террорист. Люди, которые вас допрашивали в Никольскому, они были кто? Я не знаю, кто это был, они не представлялись, это были женщины, то есть у них стандартные такие большие чемоданы для снятия отпечатков пальцев, камеры, как нам объяснили, нас вносят в базу данных. Они были без формы? Они были просто военной формы без каких-то опознавательных знаков. Но они были россияне, да? Да, это были россияне, в том числе и так называемые ДНР-овцы, потому что вот у них опознавательные знаки были, это уже были, ну, как я понимаю, так называемые коллаборанты, то есть бывшее отделение милиции, в нем остались работать те же самые сотрудники полиции, да, или милиции, как называют. Таким вот образом. И на этом транспортном средстве вас привезли уже в Еленовку? Нет, на этом транспортном средстве нас привезли в Старобешево. Вот там начался, наверное, начало было, скажем так, трэша, да, потому что когда нас везли в транспортном средстве, нас достаточно сильно орали, пытались морально унизить, и мы попросили относиться к нам как к гражданским, ну, более нормально, да, на что мы получили очень интересную реакцию по приезду в Старобешево. Конвоир, принимающий стороне, сказал, что мы вот гражданские, очень умные, хорошо понимаем свои права и к нам относиться соответствующе. После чего меня лично ударили в столб, потом в дверь, потом уронились лестницы. Вот так вот, наверное, они себе представляли хорошее отношение к гражданским. Ну и дальше постановка на колени, на бетонный пол, руки за голову, крики, перекрестные допросы, клацание затворами, обещание нас пристрелить на месте, если мы не сознаемся, что мы наводчики, что мы работаем с ВСУ. И вот такая вот, наверное, стандартная процедура, она преследовала нас до самого попадания в Еленовку. А это еще был Донецкий УБОП, потом следственный изолятор, Донецкий временный изолятор временного содержания, и только потом Еленовка. Перевозили нас как скот, клали просто штабелями на пол, потом в автозаке нас набивали на одно место троих, то есть мы стояли так вот как селедки, постоянно с замутными скотчем руками, с замутными скотчем глазами, вот так вот нас перемещали всю дорогу. Они, видимо, сразу отобрали телефон, они посмотрели ведь, что там было, а как-то они реагировали на содержимое телефона? А тут, я не знаю, повезло или не повезло, с одной стороны да, с другой стороны нет, но телефон я брал с собой обыкновенный кнопочный, то есть до этого у меня уже был опыт поездки вот в, скажем так, в такие горячие точки, да, то есть мы ездили в Гордианске, по побережью, и понимали, что постоянно нас на блокпостах досматривали, я брал с собой обыкновенный кнопочный телефон, вообще без ничего, там было пару контактов, поэтому к телефону было единственное внимание, что а почему ты едешь с пустым телефоном? На что я всегда давал ответ, что ребята, вы ведь сами прекрасно понимаете, мы волонтеры не первый раз ездим, и стандартный телефон с фотографией со всем, он вызывает подозрения, люди начинают искать, а это задержка времени, мы в результате у него лаживаемся в рейс, опаздываем, люди ждут, нервничают, и вот до УБОПа эта история вполне их удовлетворяла. В УБОПе им показалось, что я айтишник, и волонтеры, и вообще чуть ли не шпион, и вот такой телефон, это очень подозрительно. А кто был с вами в эти, Денис, с кем вы встречались в СИЗО, в Донецком, кого вы видели еще? Мы все время разыскиваем людей. В Донецкое СИЗО мы не попадали, а на всех этапах практически мы больше встречали вот именно волонтеров, то есть это была массовая акция, на мой взгляд, потому что за два дня до нашего ареста начали останавливать волонтеров, и еще несколько дней после нашего ареста, и практически, ну, то есть 50%, наверное, это были волонтеры, а вторая часть это обыкновенные гражданские, дедушка сходил неудачно за водой в комендантский час, кто-то сам пришел на так называемую фильтрацию и не понравился по каким-то причинам, и вот такие люди топировались с нами, но они постепенно отсеивались вот на этапах до Еленовки, то есть в Еленовку попали уже практически все волонтеры, их постепенно собрали в кучу в Донецке, и плюс попали бывшие военнослужащие, которые тем или иным образом попали на фильтрацию. А женщины были среди вас? Женщины были, да, женщины, это были бывшие сотрудницы полиции, вместе с нами, они были доставлены тоже в Еленовку, и с нами они там находились около полутора-двух месяцев, наверное. Потом они были освобождены, но не все. А там остались в Еленовке, сейчас кто-то еще остался, вы не знаете? Сейчас сложно сказать, я знаю, что некоторое время назад из Еленовки начали массово вывозить всех военнопленных, и вот по моей информации, сейчас там остались в лучшем случае только гражданские лица, всех остальных оттуда уже вывезли. Но когда вы получили хоть какой-то статус, обвиняемый, подозреваемый, ну вы цивильный заручник, да, то есть вот по всем украинским документам вы... Гражданское лицо. Да, цивильный заручник, гражданский похищенный. Они объясняли нам это следующим образом, то есть мы административно задержанные, то есть по определенной статье, я вот сейчас не помню, как она там правильно читается, да, но в связи с усилением борьбы с организованной преступностью и тара-та-та-ра-та-ра-та, мы задержаны до выяснения обстоятельств, подозреваемся мы по такой-то статье, вплоть до терроризма, да, совершения террористических актов, и наша личность должна быть установлена. По закону, даже их закону, должны были это сделать в течение 30 дней, то есть максимум 30 дней должна была длиться эта фильтрация. Но ребята пошли слегка другим путем, каждые 30 дней нас по документам освобождали и через 5 минут снова арестовывали. И вот так вот это происходило 3 раза. И никакого статуса, кроме админ задержанных, нам не присваивали, ничего не объясняли, ни на какие вопросы никто не отвечал. Единственное, что нам постоянно рассказывали, что раз вы здесь сюда попали, и уже более 30 дней здесь находитесь, и вам ничего не решили, значит что-то за вами есть. И сидеть вы будете здесь очень долго, привыкайте, ребята, то есть 10 лет, как с куста, вот вам светит однозначно, вы будете обозначены как террористы. То есть вот так вот ежедневно нам рассказывали вот такую историю. И россияне, и в том числе ДНРовцы, все подряд. А вы не помните вот эту статью, условно говоря, уголовного кодекса? Это уголовный был кодекс ДНР, тогда он еще был, или российский ДНР? ДНР. Да, гражданскими занимались исключительно ДНРовцы, то есть вот как нас начал вести УБОП в Донецке, вот так они и продолжали нами заниматься, ну, в кавычках, заниматься, то есть ничего не делать совершенно. А военнопленными украинскими занимались уже россияне, то есть это Следственный комитет, ФСБ, военная прокуратура, и еще какие-то подразделения, сложно сказать какие, потому что они ходили без обознавательных знаков, лица замотаны шарфиками, либо же балаклавах, то есть кто эти люди вообще было сказать сложно. А к вам приходили следователи, какие-то с вами следственные действия, процессуальные действия? Раз в месяц приезжал представитель УБОП, который говорил, ребята, подписывайте бумаги, мы вас снова продлеваем. Вот и все следственные действия, которые с нами производились. А что за бумаги? На том, что нас освобождают, а потом снова арестовывают. А, вот эти все-таки бумаги. Что такое Еленовка? Что вы там видели? В Еленовке, ну, раньше это была колония, да, но с учетом нынешних реалий, и я бы назвал это самым настоящим концлагерем. То есть если посмотреть фотографии, да, вот, Второй мировой войны, как выглядели концлагеря, внешний вид пленных, находящихся в них, вот питание и все остальное, это в чистом виде самый настоящий концлагерь. Еленовка была на консервации, она была полуразрушена, все разворовано, полностью все. То есть ни отопления, ни света, ни оборудования какого-либо для приготовления пищи, ничего там не было. И все это восстанавливали уже при нас. То есть мы попали в полуразрушенную тюрьму. То есть ни окон, ни дверей, практически только в одном, в нескольких помещениях был свет, все в воде, все гниет, все развалено после зимы. Ну, то есть такое приезжайшее состояние сюрреализма. Думаешь, боже мой, неужели такое существует? И при этом это, в общем, был апрель, ну, то есть это не тепло. Еще было прохладно. Еще было достаточно прохладно. Спали мы на бетонном полу. Вот в чем нас арестовали. То есть легкая куртка, по сути, своей, да. У кого, слава богу, если есть шапка, то замечательно. Шнурки у нас изъяли, ремни изъяли, все, естественно, изъяли. Вот в таком состоянии, футболочка, легкий свитер и легкая куртка, мы первые две недели и жили, просто спали на бетонке. Никаких лавок, никаких условий, никаких, я не говорю вообще о подушках, матрасах, кроватях или еще чем-то, просто бетон, бешеная антисанитария, грибок, вонища, переполненная камера, то есть 20-30 человек в четырехместной камере и более вот такие вот условия. Первые две недели сырой бетонный пол, одна и та же одежда. Я про душ не спрашиваю, что тут спрашивать, да. А что потом? Через две с лишним недели мы уже более-менее освоились и познакомились с ребятами, которые разносили еду. Блондеры. Да, баллондеры, так называемые. Так вот, от них мы узнали, что на территории колонии есть еще так называемые бараки, где условия теории должны быть получше, чем у нас. То есть это не бетонный карцер, да, с туалетом внутри и с постоянно горящим светом, играющим радио, а какое-то чудесное здание, да, где даже есть кровати, есть собственный дворик, куда можно выходить, и есть туалет, который выводят не два раза в сутки, да, когда ты уже воешь волком, можно выйти по собственному желанию. И вот мы начали думать, как же нам туда можно попасть, начали пытаться разговаривать с так называемыми вертухаями, да, то есть нашими охранниками. И тут, наверное, все-таки доля удачи, потому что через некоторое время меня как айтишника вызвали в штаб, у администрации возникла проблема с компьютерами, завирусовались компы и не могли перенести информацию с одного компьютера на другой. В результате проблему я решил, и вот тут у меня появилась возможность обратиться к одному из старших офицеров и спросить, то есть, каким образом вообще можно выбраться из так называемой ямы, да, то есть из изолятора и попасть в бараки. То есть на тот момент мы готовы были сделать все, в том числе найти какие-то деньги, да, ну что угодно. Через пару дней Е. Курнов, это был начальник опероотдела, то есть тюрьма, менты в тюрьме, назовем это так, он пришел, и с ним получилось договориться, прямо скажем, о взятке. То есть мне дали возможность позвонить, это тот момент, когда наконец-то у нас узнали родные, что мы живы, и что мы находимся в тюрьме, и нужно было собрать 1000 долларов как можно быстрее, то есть нам дали два дня на сбор средств и на покупку ортехники, то есть двух ноутбуков и принтера для колонии, и в обмен на это я и мой напарник смогли выйти из изолятора и попасть в барак, и впоследствии практически по такой же схеме мы перетянули практически всех, да, собственно, не практически всех, а всех волонтеров из изолятора тоже в бараке, единственное, в чем было отличие, им нужно было найти деньги на стройматериалы, заказать стройматериалы, привезти их в колонию и своими руками ремонтировать эту колонию. Все одно и то уже везде в России. Якурнов, да? Да. Подробно о нем можно? Хочется как-то запомнить этого человека. Якурнов Вячеслав Николаевич, это начальник опера-отдела Еленовской колонии, он непосредственно подчиняется Ефсюкову. Господи, хотел, уже имя начинает забываться. Ефсюков, это начальник колонии, собственно, мы называли его шеф, он очень любил, когда его так называют, или же мы называли его между собой кит, потому что он был очень тучный товарищ, и с головой у него явные были проблемы. Раньше он занимался вопросами торговли людьми, то есть это бывший сотрудник полиции тоже, впоследствии ставший начальником колонии. А полиция ДНРовской? Да, ДНРовская. Ну и до Туго еще, соответственно, это Украина была, да, то есть они все еще все время работали в украинской системе. Коллаборанты? Правоохранительной, да, коллаборанты. И вот эта связка, два человека, которые заведовали всем, по сути своей, в колонии, они занимались взяточным, они занимались кражей средств, они занимались кражей личных вещей, да, изъятых у военнопленных и у гражданских. То есть два основных, скажем так, коррупционера местных, которые не гнушались, по сути своей, ничем. Если икрунов еще более-менее, да, потому что он подчиненный, то вот начальник лагеря был, знаете, как вот мультик про маркиза Карабаса, когда едет кот, это чье? А это владение маркиза Карабаса. Вот, вот точно так же. У него были огородники, у него были крепостные, то есть мы, он выгонял женщин работать на огороды капуста, у него таскали воду, рубили дрова. То есть у него самое настоящее, такое рабовладельческое, маленькое хозяйство. А вот эти люди, блондеры, которые вам рассказали про то, что где-то далеко-далеко за стеной есть другие бараки, прекрасные, как сон, они кто? Они тоже военнопленные. Все работы, все без исключения, кроме конвоирования, выполнялись военнопленными. Либо военнопленными, либо гражданскими, которые были арестованы. Просто работу обыкновенную никто из сотрудников или администрации колонии не делал. Они только переводили из места в место и охраняли. Все остальное, это вот рубка дров, приготовление пищи на полевой кухне, в дальнейшем уже кухню начали восстанавливать приготовление в самой кухне, потом вывечка хлеба, уборка, поливка, выращивание, рассады там, да, и помидорчиков, огурчиков, и всего остального для стола маркиза карабаса. Это все делалось исключительно руками заключенных. А вот конвоиры и вертухаи, это тоже местные были вот донецкие? До определенного момента, да. Но тут нужно сделать разграничение. Момент, когда поступили защитники из устали, да, вот они сдались и поступили в нашу же колонию, вот за два дня до этого момента над колонией подняли триколор, то есть российский флаг, и практически всех поменяли на россиян, то есть осталось только высшее руководство колонии, то есть это начальник, первый зам и начальник опера-отдела, и еще пара человек, которые заведовали хозработами и тому подобным. И осталась зондеркоманда из ДНРовцев, которая выбивала показания из военнопленных. Всех остальных полностью поменяли на российских, которые были командированы в колонию из России. А кто это было? Это была военная полиция, или это были вот вертухаев, в смысле в Синовце, кто это был? В Синовце. В Синовце, да. А откуда они были? Они говорили что-нибудь из Сибирида? Они из Красноярского края и еще откуда, то есть со всех регионов России изгоняли туда, причем, я так понимаю, что подбирали их таким образом, чтобы они были не из одного места, то есть из разных регионов он собирался, и раз в месяц их потом ротировали. То есть всех, кто отработал, убирали, и новую партию ставили в работу. Мы все время пытались прислать вам адвокатов, да, адвокатов, а это сделать страшно сложно, поскольку там есть два адвоката, Вагин там и еще один, они ФСБшные. Они ФСБшные целиком и полностью, они вот там говорят, что вот мы там, вот в Еленовке там работаем, абсолютно чисто вот такие вот сволочи те еще. А адвокаты, которые могли бы приехать нормальные из России, не только только Раиде нужен какой-то статус, что вот мы сейчас дойдем до Еленовки, ну, тогда это тоже коллаборация, и попытаемся попасть. Но в итоге все равно попасть было невозможно, но может быть какие-то еще донецкие юристы, адвокаты, я не знаю там, прости господи, правозащие, как-то пытались к вам попасть, что-то, какой-то полномоченный по правам какого-нибудь человека. Что-нибудь было? Ну, как вам сказать, возможно, они и пытались, да только попытки не увенчались успехом. То есть никто к нам не попадал. Начальник колонии это царь и бог, который подчиняется только начальнику всей системы, а тот подчиняется соответственно министру. И какое-либо давление на начальника колонии оказывать или какие-то просьбы сквозь него просто не проходит. То есть по всем правилам, как у задержанных, админ задержанных у нас было право и на адвоката, и на личные вещи. Ну, есть очень много различных прав, которые абсолютно не соблюдались, ни разу не соблюдались. И даже наше прошение к начальнику колонии о том, что, пожалуйста, хотя бы объясните, что с нами происходит, то есть каков наш статус, просто игнорировались. И более того, когда приезжали родители, допустим, людей, которым были не положены посылки, то есть нам еще в гражданске в определенный момент мы могли получать передачи, за счет чего мы выживали. А вот те, кому они были не положены, и люди писали письма начальника колонии, все, и я неоднократно слышал его реакцию, когда приходил один из охранников, который в этот момент дежурил на КПП на пропускном пункте, говорю, что вот приехали люди, приехала мать, вот она письмо написала специально на вас, что вы рассмотрели. Он просто посылал, ну, не стесняясь, открытым текстом, что, ну, они нам здесь нужны, гоните их всех в шею. Вот так вот вершилось право. А посылки? Кто имел право на посылки, кто не имел право? Это зависело исключительно от руководства колонии, то есть изначально админ задержанным были положены, как мы узнали посылки, и нашли варианты, то есть уже наши родные знали, где мы, уже передавали животорг технику, да, и нашли знакомых, которые жили в тот момент недалеко от Донецка, и раз там в месяц, да, нам эту посылку не привозили там напарникам. Потом, когда вышел один из очередных указов о так называемых пленных, нам целый месяц рассказывали, что наш статус изменен, ничего нам не положено, потом в результате оказалось, что положено, в общем, это такая вот игра в рулетку, то говорили, что можно, то говорили, что нельзя, и делали они это исключительно на свое усмотрение, то есть какими-либо законодательными актами или какими-либо правами, прописанными официально, никто не пользовался. И я слышал однажды разговор как раз первого зама начальника оперодела с начальником колонии, когда приехали вот азовстальские военнопленные, да, с азовсталь-азовцы, их по договору, во-первых, к ним физическое воздействие не применялось практически, а во-вторых, их обыскивали не так тщательно, то есть у них остались первое время оставались личные вещи, средства, деньги, и вот сигареты, наверное, это самая ходовая валюта в колонии, потому что деньги там никому не нужны, но тем не менее российские, российская охрана, да, и вот ДНР-овцы, они пытались приторговывать, да, то есть когда им предлагали заоблачные суммы за пачку сигарет, они на первых порах на это соглашались и пытались пронести в колонию эти сигареты. Почему нельзя было сотрудникам проносить сигареты для вас? Так вот, это было невыгодно, потому что на уровне колонии сигареты завозились в колонию исключительно вот этой связочкой начальной колонии и первой опер, и они через ребят, у которых было перемещение, допустим, по колонии, да, и которые были вынуждены как-то выживать, вот, им предлагалось таким образом, что они забирают у заключенных, у военнопленных деньги, передают им сигареты и вся эта выручка, вся эта наличка сдается в результате потом руководству и вот руководству колонии было совершенно невыгодно, чтобы кто-либо еще мог заносить сигареты, а через посылки сигареты мы могли получать, то есть до двух блоков было разрешено. И вот разговор был следующим, когда первый опер говорил начальнику, что у заключенных, у военнопленных опять заметили сигареты, это кто-то из гражданских им передает. Но мы действительно собирали сигареты, передавали, но не за деньги, а была возможность помочь, что ты идешь, берешь с собой пачку сигарет и потихонечку по одной аккуратненько суешь в решетку, чтобы они могли хотя бы покурить. Это их не устраивало, они теряли бабки и результат разговора был следующим, что нужно запретить посылки всем гражданским, чтобы не сбивать бизнес. Красный крест, Красный крест у вас был? Это целая интересная история, только она не очень длинная, а очень короткая. Все так ждали Красный крест, все так надеялись на это и я их лично видел, то есть я находился в бараке так называемом 9-10, а азовцев на тот момент переселили в барак 1-2, который мы же перед этим отремонтировали специально для картинки, то есть это был хороший ремонт, ребята старались, потому что если ты не стараешься, тебя возвращают в изолятор, то есть в яму, а там ты просто сгниваешь и вот азовцы специально посадили туда, в этот барак перевели, дали им кровати, дали им подушки, матрасы и Красный крест приехал, их под ручку проводили, именно к этому бараку, завели этот барак, начальник колонии толкнул чудную речь, как ленин с броневика, прямо вот так вот с рукой выставив, как они заботятся о людях, как они, как к родным детям относятся к военнопленным, что вот у них все есть, и кормят, и поют, и такое вот шикарное помещение, и свет, и все, ну просто, ну чудные условия, все это заняло, наверное, минут 10, после этого два представителя Красного креста зашли в барак, пять минут там пробыли, вышли, их опять под ручку увели на выход из колонии, причем они даже не постарались сделать там 10 шагов влево или 10 шагов вправо к тем баракам, в которых даже стекол нет, где люди просто спят на полу, в грязи, где туалеты настолько забиты, что все это течет по этажу, и вот на поддонах, в лучшем случае, люди вот в этом дерьме просто плавают, желания у них не было, их все устроило. А азовцы остались в этом новеньком бараке? Азовцы остались в этом новеньком бараке, и туда практически постоянно приезжали журналисты различные, да, то есть это была показательная картинка, именно тот момент, да, то есть когда приезжали и показывали, что вот ребята, вот так содержатся военнопленные в Еленатке, вот все у нас хорошо и замечательно. Остальные бараки, это был брак. Это потом в этот барак угодила Боба? Нет, Боба угодила вообще совершенно другое место, колония делится на две части, если посмотреть, то это паралепипед вот такой, да, и вот левая часть, это жилая зона, там, где находится столовая, изолятор, бараки, церковь, ну, то есть вся вот жилая часть, да, которая работает, а справа, с тобой находится промышленная зона, это там, где раньше заключенные работали. Ну, промка, да. Да, промка, самая настоящая промка, их там промка 1, промка 2. Так вот, взрыв был в промке 1, и это был просто обыкновенный цех по ремонту, я сейчас не буду говорить чего, потому что все там тоже было разворовано, но я там лично неоднократно был, находили там остатки канцелярских принадлежностей, находили заготовки под ножи, потому что, ну, что-то, ну, как-то нужно было дорезать там те же продукты, что-то, ну, такого плана. И там вообще не было никаких условий для содержания военнопленных. Опять же, по информации, которую мы получали от ребят, содержащихся в колонии в дальнейшем, где-то за несколько дней туда начали переводить людей, специально составляли списки, кого туда перевезти, и потом уже произошел этот взрыв. То есть, на мой взгляд, все это было подготовлено, и не как туда прилет какой-то бомбы, тем более украинского, он просто был маловероятен. До этого в колонию ничего не прилетало, и, ну, мы знаем, как работает наша артиллерия. Это не сильно точное, скажем так, средство для атаки. Костя, а зачем? Вот тут, я не скажу, насколько я знаю, весь мир теряется в догадках. Кто-то говорит, что люди уже были замучены до такого состояния, и были даже мертвые, да, и пытались скрыть следы. При мне, да, забивали людей насмерть, но они решали вопросы вот таких смертоубийств стандартно. То есть, вызывалось споро, дело заключения о том, что остановилось у человека сердце, и на том, что заканчивалось. То есть, настолько исхитряться, мне кажется, им было не нужно. Возможно, были какие-то цели, возможно, это действительно хотели сделать как провокацию, то есть, что украинцы бомбят своих же заключенных, чтобы скрыть какие-то приказы, которые им отдавались ранее по уничтожению гражданских, возможно, еще кого-то. Но, как мы видим, в принципе, акция не увенчалась успехом, потому что мы давали интервью и BBC, и четко показывали на карте, где и что находилось. Это было спланировано, было понятно, и подтверждают даже ребята, которые находились в плену, и которые вышли, что все это подготовлено было на стороне России и ДНР изранее. Я сейчас забыла дату. Вы там были еще? Нет, меня уже не было, к счастью, наверное. Это уже было после нас, по-моему, через 2 или 3 недели. Июль, да. Это был июль. И мы вот и ранее на журналистических расследованиях давали следующее показание, что на момент нашего освобождения там никогда до того никого не содержали. То есть это было заброшенное помещение. За 2 недели отремонтировать его, привести в надлежащее состояние, продумать охрану, документально все это разработать, но никто об этом не занимался. То есть специально загнали людей, как стадо, поставили коек, и потом произошел то ли взрыв, то ли прилет, то ли что-то еще. Просто сожгли людей живьем, и все. Вы говорили, что на ваших глазах избивали людей до смерти. Как это было? А это было тоже очень просто. До азурсальцев, да, только с ними был договор, как мы знаем, и их показательно не били. Хотя тоже нашли потом в дальнейшем подход, находили какие-либо нарушения минимальные, сажали в одиночную камеру в изоляторе, включали музыку погромче, и там уже зондеркоманда с ними работала на выбивание показаний необходимых. И причем это длилось сутками, и все, кто был в соседних камерах, прекрасно слышали эти допросы, и что происходило, людей доводили до самоубийства. До этого момента все, кто поступал в колонию, в том числе и мы, проходили стандартную, как у них называется процедуру приветствия или приема в колонию. Мы-то гражданские прошли еще в облегченном варианте, то есть нас держали там на картах, били, но, по крайней мере, мы хотя бы могли ходить после этого. А вот военнопленные поступали, открывались двери автобуса, оттуда выталкивался человек, перед человеком были двери в локальную зону, то есть это вот барак, да, идет здание, а вот за него забором огорожено определенный периметр, в котором можно гулять, локалка. Так вот, его вбивали в локалку, а вдоль напротив входа, да, с одной стороны стоял ряд бойцов, и с другой стороны ряд бойцов. Они были вооружены кто ремнями, кто резиновыми дубинами, кто ручками от лопат, кто кабелями, кто просто палками, кто просто практические перчатки использовал. И вот через этот строй прогоняли каждого военнопленного, его вбивали в угол локалки, там сажали на карты, и вот так вот их формировали по 10-20 человек, и потом загоняли на второй этаж барака, там переписывали, обыскивали, досматривали, снова уже выясняя, кто офицер, кто, допустим, действительно был наводчиком, кто артиллеристом, вот тем доставалось еще дополнительно, да, то есть их били нещадно, кто был с татуировками, тех тоже нещадно били, причем особым цинизмом было спрашивать у людей, которые явно были ранены, то есть куда они получили ранения, и вот по этим местам прилетало еще дополнительно, и вот ну, как бы кое-кто просто выползал из этого коридора, кто-то не мог дойти, кого-то заносили на второй этаж, на эту перепись, и парня молодого он просто не выдержал, как сказали позже, остановилось сердце, но просто человек, когда так бьют, неудивительно, что может сердце остановиться, все заключенные в дальнейшем фотографировались, да, то есть переписывались и фотографировались для внутренней базы, так вот после таких приемов некоторые не могли по 3-4 дня даже встать, то есть их рвало, бешеное сотрясение, не могли люди даже просто сбоку-набок перевернуться и приходили переворачивать, ну, то есть били очень жестко и нещадно. Опять же про медицинскую помощь спрашивать глупо, но спрошу. Ну, медицинская помощь была, опять же, тоже, как и все, очень проста, от всех болезней, всех болезней, это вода, капля йода и соль, она помогала и от ларингита, и от диареи, и от всего, 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 потом в дальнейшем, когда уже мы начали получать посылки, да, самое первое, что мы заказали, это вот лекарства, антибиотики и так далее, и то из этих антибиотиков она дошла лишь, в лучшем случае, может быть четвертая часть от того, что мы заказали, и вот это первый раз, когда мы пропили наконец-то ударные дозы антибиотиков, и где-то, это через месяц, наверное, уже было с лишним, мы смогли, по крайней мере, дышать, перестали слезить со глазами, все остальное. К военнопленным на начальном этапе единственное, чем мы помогали, это делали перевязочки и примочки, то есть все осколки, которые были у людей в теле, вот так они в тело и вживали, то есть заживает и заживает, но не заживает, не заживает. Потом уже появились, продали карты, начали приезжать медики из ДНР-овских, из Донецких больниц, но опять же, операции каких-либо не проводилось, единственное, что появились, опять же, антибиотики, появились какие-то мази, средства, которые более-менее позволяли заживить раны, чтобы человек не гнил заживо. Как питались, кроме посылок, кроме передач, что там было? Питались очень хорошо, в кавычках, первые несколько дней целый кусок хлеба и 180 миллилитров, опять же, в кавычках, питьевой воды, такой полу технической. Где-то через несколько дней появилась первая каша из топора, потом появился так называемый супчик, где плавало какие-то части капусты, какие-то кусочки небольшие морковки, абсолютно нежирные, иногда там попадалась даже шкура курицы. Это уже был деликатес. Появился даже чай так называемый и раз в неделю он даже бывал сладким. В доме все это готовилось на полевых кухнях, это один сплошной клейстер, который невозможно было практически есть, поэтому в основе своей ты питаешься хлебом. То есть хлеб, а хлеб хлеб, а если еще и смог договориться, чтобы тебе соли чуть-чуть принесли, то хлеб, соль это было самое замечательное блюдо и больше всего не хватало воды. В дальнейшем, конечно, тоже наладилось немножко уже с водой, появилась она более-менее питьевая, начали подвозить, но первые вот несколько дней, особенно недель, это было просто кошмарно. Потом запустили кухню, начали готовить, но меню опять же было стандартно. Маленький кусочек хлеба утром и в лучшем случае немного каши. В обед опять же какой-то диетический супчик с кусочком хлеба, а утром еще немножко чая, вечером опять же немножко чая и каша, в которую скидывали рыбу, переваривали в такую мочмалу и вот такая вот рыбная каша. Вот это питание изо дня в день. Корреспонденция, письма, не знаю, там газеты? Ничего. Ни связи, ни писем, ничего. Вначале можно было хоть как-то договориться с теми, кто передавал нам посылки и с охранниками отдать им часть из пересылаемого, то есть там какие-то колбасу, печенье, еще что-то, за то, чтобы они пропустили записочку в этой посылке, но в дальнейшем и это прикрылось. Телевизор. Как-то вы новости узнавали? Хорошо, российский канал, но как-то можно все равно, что-то, наверное, узнать. В основе своей радио, по которой мы постоянно крутили пропаганду и предлагали сдаваться, рассказывали, как Украина кинула своих бойцов, потом, где тоже под самый конец заключения от бывших сотрудников полиции, ментов, как вы их называли, которые были отпущены, не арестованы, а именно отпущены из колонии, дальше выполняют свои обязанности, от них мы смогли стащить телевизор и договориться, чтобы его оставили. Это буквально пару недель, наверное. И показывал один канал у нас, это Дом, насколько я помню, и по нему шел от Марафон Freedom, и вот там мы впервые увидели себя как волонтеров, когда была акция, что волонтер не террорист, и мы узнали, что за нас кто-то борется, нас, по крайней мере, пытаются вытянуть, хотя, с другой стороны, не сильно нам понравился брифинг Верещук, которая говорила, что как меня и гражданских, еще непонятно, мы были первыми такими тестовым, наверное, моментом, как нас менять. Но, тем не менее, марафон мы смотрели, и это давало какой-то позитив, по крайней мере. Канал Freedom, привет! А что, этот телевизор ловил канал Freedom и не ловил первый канал, или там Соловьева? Нет, там ничего такого не ловило. Поначалу были российские каналы, но потом то ли заглушили, то ли нам говорили, что в Донецке был прилет где-то рядом с вышкой, что-то случилось. Ну, то есть, вся связь в этом плане пропала. А радио, это было Донецкое радио? Или какое-то радио России? Там что-нибудь было с Россией? Радио местное, Донецкое, то есть, вот местные, эти самые, местные радиостанции. Украинские практически не добивали, то есть, шум был постоянный. Обмен. Вы как-то, вы видели, что происходит обмен военнопленными или гражданскими? Это происходило при вас? Ну, скажем так, мы видели, как вывозят людей, да, и, собственно, как люди, которые договорились о поставке туда техники, взяточества, нас в дальнейшем, скажем так, эти бездари, непрофессионалы, они даже поленились свою задницу поднять и сами заниматься документооборотом, то есть, нас привлекли к работе в штабе, и мы вели всю базу, мы описывали людей и так далее, поэтому мы знали, кого и куда, ну, точнее, кого вывозят, куда они знали, то есть, это просто кодовая, ну, кодовая цифра какой-то части, где эта часть, без понятия, да, на то, что вывозят людей, да, но вот на обмены или просто вывозят, нет, то есть, изначально мы думали, что вот сотни людей, которые этапируются из колонии, это действительно обмены, как оказалось, последствием, когда вот мы уже освободились, эти люди в Украину не попали, то есть, они были этапированы в Россию, в Луганскую область, насколько вам известно, и только часть, действительно, попала вот, по обмену, была, вернулась в Украину. А этапиру в России военнопленные или гражданские? Это военнопленные. Военнопленные. Да, в тот момент, когда вот еще, ну, на момент нашего освобождения только военнопленных меняли, это сейчас уже появилась информация о том, что некоторые гражданские тоже смогли попасть на свободу и были обменены, то есть, я думаю, что нашли уже какие-то, какую-то возможность, да, действительно менять еще и гражданских людей. Да, а, попросить, что я спрашиваю, не удалось оттуда ничего свистнуть информацию, вы же айтишник. Ну, или не отвечаете? Я не буду отвечать. На камеру не буду. По-моему, это отличный ответ. Все, все, все. Кажем так, информацию, которой мы обладали, все необходимые украинские службы получили. А как вас, как вы оказались на свободе? Наверное, как и все остальное, тоже очень просто. Здесь все, мне кажется, было просто. Тут стечение, скажем так, определенных факторов. Во-первых, что бы ни говорили, я считаю, что в обменные и вот освобождают людей, в первую очередь, тех, по которому идет розглас, так называемый, да, то есть, за кого борются, кого спрашивают, просто поменять всех сразу невозможно, да, отпустить всех сразу невозможно, в силу тех или иных причин. Так вот, наши родные... за кого борются, за кого борются, кто и как? Это уже очень важно, давайте бороться. различные общественные организации, наши государственные организации, но это мое личное мнение, я его никому не навязываю, да, но предположим, что есть тысяча военнопленных, да, и есть возможность поменять сто человек. На мой личный взгляд, вот как выбрать эти сто? Они же не просто берутся по фамилии нас А, по В, правильно? То есть, фамилии ведь разные, и по моим наблюдениям, опять же, я могу ошибаться, по моим наблюдениям в обмены все-таки больше попадают те люди, вот семьи, которых были наиболее беспокойные, которые писали заявления, которые обращались к правозащитникам, о которых знало государство, понимало, что вот, скажем так, этих людей нужно менять бы в первую очередь. Уж по каким причинам? Я сейчас не хочу говорить за наше государство, за наше правительство, да, тем более, это у меня, мое мнение может быть субъективным, да, но тем не менее, к чему я это веду? К тому, что наши родные боролись за нас, то есть, развернули целую акцию, все крупные здания мировые за нас писали, они обращались и внутри к ДНР-овским различным службам, писали запросы, то есть, говоря на сленге, да, долбили, долбили, долбили и долбили. И, как мне кажется, это один из факторов основных, который привело к тому, что все-таки нами наконец-то решили заняться, да, и сделать не террористами, а просто взять и отпустить, проведя какую-то там невнятную проверку, причем бумага, по которой мы вышли, там написано, что возбуждение уголовного дела по нам следует отказать, мы не попадаем там в такую, 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 такую категории и должны быть отпущены. И бумага тоже отчасти липовая по той простой причине, что учитывался только вот последний наш срок, последние там три недели, да, когда нас в очередной раз переоформили и в теории мы только в июне попали, были арестованы и буквально месяцев не прошло, как нас отпустили. Ну и второй фактор, мне кажется, тоже немаловажный, в самом руководстве колонии был, скажем так, конфликт интересов между определенными административными, ну скажем так, сотрудниками и они пытались использовать вот любые нарушения, которые касались гражданских, в одну или в другую сторону. И вот это тоже дало толчок к тому, чтобы сдвинуть, наверное, мертвое наше дело с места. Вы знаете, что я тоже вот с марта занимаюсь проблемой цивильных заручников и все время общаюсь с родственниками. На самом деле самое сложное установить, где вы. Потому что в России их там нет, разумеется, 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 а их там сотни. При этом, если в России мы можем на самом деле пробить по метавским базам те, которые пересекают границу, да, они все равно отмечаются, то ДНР, ЛНР. установить где совершенно невозможно. Очень многие просто ищут своих родственников везде и очень часто находят по генетической экспертизе, к сожалению. К сожалению. Расскажите, пожалуйста, все-таки тоже тяжелая тема женщины в Еленовке, женщины в тюрьме. Как они сидели? Все-таки женщины уязвимы, более уязвимы в создании? Условия ужасные. Их держали постоянно в изоляторе. Если у мужчин еще была возможность попасть на барак и на ремонтные работы и тому подобное, то женщин по закону, по правилам колонии их вместе с мужчинами содержать нельзя. А как это сделать, если барак, он в общем доступен, то есть там ты никак не ограничишься, мужское и женское население. Поэтому женщин было много, более сотни человек. И, соответственно, поэтому их держали исключительно в изоляторе, опять же, переполненных камерах, антисанитарии сумасшедшей. И единственная возможность была дышать воздухом, это выходить на сельхозработы, так называемые. То есть окучивать капусту, помидорчики, полоть грядочки, поливать вот маркиза карабаса Евсюкова угодья водичкой, чтобы он мог завтракать, обедать и ужинать экопродуктами. А условия, что если подробно описать, представь себе камеру 3х4, во всех углах, которые грибок и плесень, два маленьких окошка, ну вот приблизительно вот такого размера в лучшем случае, они не открываются, двери две, одна полностью решетчатая, вторая металлическая, с так называемым кормушком, оконцем, когда холодно, там Дубарь, когда стало теплее, да, и пришло лето, сторона полностью прогревается, то есть бетон в окна светит свет, в камере 20-30 человек, камера рассчитана на 4, на 6 человек максимум, то есть духота нереальная, на пол постелена кому что повезло, то есть свитера, куртки, это ничего не стирается, девчонкам правда повезло в этом плане, их-то, насколько я знаю, хотя бы раз в неделю или раз в две недели давали возможность принять душ, вот и все собственно условия, то есть то же самое поганое питание, то же самое отсутствие медицины, то же там самое отсутствие гигиенических средств каких-либо, в том числе у нас беременная девочка сидела и уже рожать с месяца на месяц нужно было, мы ей собирали там конфетки, печеньки, такое, кто что мог, передавали, условия ужасающие, если для мужчины это еще более-менее, когда ты практически не моешься, и порастаешь коркой постепенно, то для женщины это катастрофа. Вы не знаете, что стало с ними, с беременной? ее освободили, она по обмену пошла. Она родила уже на воле, да? Да, она родила на Украине уже. Буквально, попав на Украину, практически сразу родила, то есть ребенок дождался момента, когда можно появиться на свет. А как вы оказались в Кемнице? В Кемнице, когда нас, скажем так, закрыли за нами дверь колонии, да, то есть ворота колонии, у нас уже на тот момент, ну, мы слегка в прострации были, мы на самом деле думали, что нас не отпустят. То есть, во-первых, мы обладали целой массой информации, как гражданские лица и явно не побоялись боять делиться. Для нас это было такое небольшое чудо, мы думали, нас сейчас снова просто переарестуют и будут отцепировать дальше, как это было и в предыдущий, скажем так, в предыдущий период. В результате мы все-таки нашли возможность связаться с родными, с близкими, все-таки в Донецк там уже можно было и телефоны приобрести и какие-то вот у них там работают обменники так называемые, были знакомые, который помог с деньгами, вышли на связь и когда думали, как выезжать, я, например, узнал, что у меня уже мать сюда попала, да, в Германию, а до этого я точно знал, что вот Анна и моя бывшая жена и дочь тоже здесь. И становился вопрос, как выбираться, то есть, в Украину вот через неподконтрольные территории или же в Европу через Россию, нам даже наше, собственно, правительство рекомендовало путь именно через Россию, так мы уже получили справочки о фильтрации, могли спокойно ехать там, по тем территориям, где не вели боевые действия. И поэтому сначала мы попали в Польшу, это моего напарника Стаса Глушкова, там семья, там же мы провели пресс-конференцию основную, глобальную, по тому, что с нами происходило и что мы пережили, и вот поделились информация с миром о том, что происходит в российских днр-овских тюрьмах. И уже оттуда, только через месяц, я наконец-то попал в Кемнис в своей семье. А чем вы здесь занимаетесь? Как проходит здесь ваше время? На данный момент заканчиваю оформление документов, планирую начать изучение немецкого языка, у меня специализация айтишная, то есть я project management, project manager, есть хороший опыт работы и планирую в дальнейшем устроиться официально здесь на работу. А на данный момент пока занимаюсь общественной деятельностью, то есть сборы средств различные, организация и участие в митингах. У нас есть отдельный канал в Telegram, где мы помогаем людям, которые ищут своих знакомых и близких, кто попал в Еленовку, узнать, там ли они были, ли они там, или не было, и что с ними было. То есть такая вот... Покажите, какой у вас позывной в Telegram-канале для тех, кто ищет своих в Еленовке. t.me slash vnathelp называется. Вот если что, вот там внизу будет написано. Есть очень интересная история. еще когда шла блокада, назовем так, блокада Мариуполя, один из моих друзей выходил проверить, ну, скажем так, это периметр, не периметр, то есть идут прилеты или нет, нужно было быть за водой. Прилетела мина, ему посекло ноги основательно. И парень, с которым я в дальнейшем находился в колонии, вывез его семью, то есть его, его, его дочь и его жену до Велекина. в свой пансионат, где его арестовали и направили в колонию. Я же, когда приехал в Бердянск забирать людей оттуда и вывозить их в Запорожье с моим другом, зашел в центр, в котором собирались беженцы и первое, что я услышал, это детский крик Костя, увидел мелкую моего друга, его звали Руслан, она как раз была вот со своей мамой, то есть он двое детей, я был безумно удивлен, она сказала, что вот так и так получилось, что Руслан ранен, их вывезли, они добрались до Бердянска и мы их уже вывезли в Запорожье и в дальнейшем они смогли пересечь границу Украины выехать. Вот мне ребенок написал такую маленькую записочку, там были сердечки, стаканчик чая и вот эта записочка прошла со мной полностью, весь путь вот в колонии и в результате в Угопию мне обратно выдали и уже когда освободился я узнал, что Руслан смог выздороветь, его вывезли в Запорожье и отличили и он уже тоже покинул пределы Украины и я ему переслал вот эту записку его дочери. Вот такие дикие совпадения. Как вы думаете, а что будет дальше? Как мы проживем следующий год? Тяжело. Проживем, я думаю, тяжело. Проживут и тяжело все. и Украина в первую очередь наиболее тяжело и я думаю, что и европейская часть да и собственно весь мир. Потому что война, как мы видим сейчас, она очень сильно сказывается на всех. Никто не говорит, что будет легко, но я надеюсь, что по крайней мере в следующем году мы уже если не придем к какому-то результату положительному для Украины, то есть если и не выиграем войну, то приблизимся по крайней мере по максимуму к этому моменту. А ваш дом в Мариуполе цел? Нет. Нет. У меня сложились все 9 этажей вниз в подвал и завалило более 200 человек. А вы вернётесь туда? Надеюсь, 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 что Мариуполь будет отбит. Не то, что надеюсь, я уверен. Собственно, в этом вопрос только во времени и когда гордо свободят, хотелось бы вернуться поучаствовать возможно в развитии города, отстройки его. Но пока загадывать рано. Будем смотреть, что будет дальше. А вы как вот вы думаете и как это может быть вам снится? Будете искать Евсюкова? очень бы хотелось встретить эту тварь. Очень-очень. То, что как он нас унижал, как он относился к людям, как он чуть ли не заживо гноил в изоляторе этого человека так бы хотелось встретить и увидеть. Просто вот, наверное, больше всего, чем... Даже, наверное, свою мать, я не так хотел бы увидеть, вот если бы снова попал в тюрьму, да, как вот эта... вот эту тварь. А как вы думаете, что нужно сделать с Евсюковым и с такими людьми, как он? Ну, мы живем все-таки в отличие, да, от ДНР в державе, в которой работают законы, поэтому, на мой взгляд, он должен получить просто высшую меру наказания, да, это пожизненное заключение и оказаться вот там, где, собственно, были мы, то есть на лавке в скамье подсудимых и потом всю жизнь сидеть в тюрьме. Управлял раньше тюрьмой, вот было бы замечательно как раз, мне кажется, для него наказание до конца дней своих просидеть в том месте, которым ты управлял. Вы сами сильно изменились? Я не знала вас сегодняшнего дня. Константин до того и после, а не какие? Ну, наверное, изменился, да, безусловно, изменился, но больше изменились взгляды, наверное, вот на ситуацию, на отношения России и Украины, потому что до войны я все-таки, мне казалось, что Россия пойдет более цивилизованным путем. И какие-то идеи даже, да, мне казались адекватными и здравыми, некоторые из них. Но после нападения, да, и вот после того, как я увидел собственными глазами вот отношения к нам, издевательства и все, мнение моё кардинально поменялось и уже нет никаких вот «но». То есть, я вижу эту систему прогнившую наглухо. Прогнившую наглухо, и я понимаю, что даже тем россиянам, которые не поддерживают, нынешнюю политику, при нынешнем донитарном режиме бороться с этим крайне сложно. Я не приверженец того, что вот все прям должны выходить на митинги и в результате сесть в тюрьму. Ну, это не очень логично, да. Существуют различные способы борьбы, но, скажем так, наверное, это все-таки только во взглядах. А вы долго думали, прежде чем со мной встретиться, я россиянка? Да нет. А почему я должен был долго думать? Я не делю людей вот так, что если ты русский, то ты узкий, да. Но это ведь не так. Есть вполне адекватные люди, есть люди, которые не поддерживают то, что сейчас происходит, не поддерживают войну. И мне кажется, что им в этой ситуации даже тяжелее, чем украинцам. Потому что предубеждение какое-то сейчас, как мне кажется, существует, да. то есть, вот ты россиянин, значит, все плохо, значит, ты враг, и я так не считаю. Поэтому, мне кажется, наоборот, нужно встречаться с теми людьми, которые, скажем так, будучи россиянами, не поддерживают нынешний режим. Это ведь только на руку Украине. Ну и вообще народу. У меня он продюсер тоже смахивает. Спасибо вам. Спасибо. Украина. Субтитры подогнали